друзья всем привет с вами снова я антон богатов и с нами новый пылесос индустриального класса ivm 6024-2 acdws это специальная версия пылесоса давайте разбираться что же она из себя представляет и сначала распакуем и теперь осталось отрезать фиксирующие стропы для транспортировки и снять его с поддона и сегодня мне потребуется помощник потому что вес этого пылесоса больше 160 килограмм начнем и вот мы сняли его с палета и основное на чем хочу сакцентировать ваше внимание это инструкция по эксплуатации это единственный дополнительный аксессуар который есть в комплектации пылесоса прежде чем начинать работать обязательно ее изучить а я это уже сделал и расскажу вам следующее данный пылесос предназначен для сбора опасность для здоровья пыли категории м а также для сбора горючей пыли любого класса и маркировка и сиди нам об этом говорит но это было бы слишком просто а это специальная версия пылесоса для сбора трех порошков магний титан и алюминий с этим есть всегда сложности для чего он мы с вами уже знаем давайте посмотрим на его конструктив разберем каждый элемент и посмотрим из чего он состоит снимаем моторную часть дальше следует демонтаж системы очистки фильтра и теперь мы можем достать основной фильтр этого пылесоса дабы это пылесос и сиди applied for combustible dust предназначен для сбора горючей пыли то и фильтр здесь электропроводный и с покрытием птфе проще говоря с тефлоновым покрытием весь этот конструктив не сильно отличается от классического пылесоса и сиди основная идея для сбора опасно пыли титана магний алюминия содержится в сепараторе который находится у нас в баке для отхода давайте его выкатим как вы видите он уже не похож на классический бак любого индустриального пылесоса давайте разбираться что здесь особенно верхняя крышка с поплавком безопасном исполнении для того чтобы не произошло воспламенение порошка который мы собираем внутри контейнер находится специальный сепаратор сетка который собирается порошок и вся эта сетка находится в масляной в ванне пылесос работает с масляным жидкостным сепаратором либо если мы собираем титан то масло можно заменить водой давайте посмотрим что за конструктив чтобы было понятно о чем идет речь раз два три четыре и теперь это похоже на классический бак индустриального пылесоса а теперь давайте соберем все обратно и я параллельно расскажу для чего предназначен каждый элемент и почему именно такой конструктив был выбран изначально берем сетку корпус и устанавливаем обратно в бак именно в бак будет заливаться у нас вода либо специальное масло именно в эту нейлоновую пластиковую сетку будет собираться опасный порошок устанавливаем ее также на кронштейн эта сетка нужна для упрощения процесса утилизации собранного мелкого порошка сверху устанавливается крупный фильтр он же блокиратор доступа порошка в общий отсек и уже именно через это отверстие будет попадать опасный порошок внутрь жидкостного сепаратора что обеспечит нам безопасную работу и исключение воспламенения этого порошка внутри пылесоса почти все готово осталось установить поплавковый выключатель и сам сепаратор поставить пылесос почти все готово соберем пылесос и подготовим его к работе и дальше собираем все в обратном порядке сначала фильтр далее систему очистки и саму моторную часть пылесоса пылесос готов к работе для того чтобы начать непосредственно эксплуатацию необходимо подключить аксессуары которые должны быть электропроводными к патрубку для сбора опасной пыли не забыть заземлить оборудование через центральную систему заземления на предприятии для этого есть заземляющий краб данном пылесосе есть две системы безопасности визуальный контроль скорости потока в шланге и автоматический клапан сброса разрежения безопасная вам работа с этим пылесосом всем пока